Этот деревянный храм в приходе отца Сергия близ посёлка Сапёрное, сотни километров к северу от Санкт-Петербурга, особенный храм. Здесь в основном работают бывшие наркоманы. Их взяла под свою опеку православная церковь. Сюда приезжают те, кто ещё год назад не представлял свою жизнь без дозы героина. Скоро сможет помогать общине и 19-летняя девушка Юля, которая проходит реабилитацию в посёлке Мельничный ручей. Я считаю, что постепенно происходило угнетение каких-то моральных качеств и духовных ценностей. Я начала что-то терять. Это привело к дискотекам, к развлечениям, к каким-то играм, к обманам. Я не знаю, я начала путаться, я не понимала себя, я не могла найти то, чем мне заняться. У меня были сложные отношения с родителями, как мне казалось. Мне казалось, что они меня не понимали, что они не видели во мне дочери, что они не видели во мне какое-то средство для осуществления каких-то домашних забот, там стирка, глажка, всё такое. Поэтому, когда мне предложили попробовать наркотики, это были мои друзья, то я действительно отдалась этому какому-то порыву, в котором можно найти спокойствие, в котором можно найти теплоту душевную, которая может меня понять. В конечном итоге я начала употреблять наркотики с своим другом, с которым прожила после этого два года. Мы вместе употребляли, с родителями не было никаких отношений практически. Они старались мне как-то помочь, но я категорически от этого отказывалась. В этом доме живут бывшие женщины-наркоманки, у которых самый страшный для нашего времени диагноз – СПИД. Живут не одни, а со своими маленькими детьми. Туда нас вежливо попросили не заходить. Что я могу о них сказать? Они молодцы. Они это восприняли нормально. Они действительно воспринимают вещь не как болезнь. Они пытаются бороться с этим. Они воспитывают детей. Они знают, что может быть. Им осталось еще немного. Но все говорят по заповеди Божьей, как Иисус сказал. Когда богач собирал свое богатство, говорил, вот я собрал столько богатства. Иисус сказал ему, безумец, в эту ночь я возьму твою душу. Поэтому каждая девочка эта старается отдать своему ребенку за день все, что возможно, все, что она может до этого дня отдать ему. Здравия, веселие, и во всем благое поспеши. Рабу Божьему, Сергию, Его же день рождения мы ныне совершаем. И сотвори ему, Господи, Многое лето. Здесь православные люди. Здесь источают они добро. Причем добро бескорыстное, в первую очередь. И когда видишь на это, смотришь со стороны, и кажется, что ты должен быть тоже добрее. Намного добрее, чем ты был. Когда мы всю жизнь служили только злу и чему-то темному. Я не знаю, сейчас очень сложно говорить о том, как это было, как это происходило. Просто это действительно настолько убило меня. Это, я не знаю, я действительно принесла столько боли своим родным. Мама, которая любит меня, и брат, и вообще все мои родственники, все друзья мои, они всегда верили в меня, никогда не думали, что я смогу это сделать. Они не поняли. Я пыталась что-то объяснить, пыталась что-то доказать, пыталась как-то оправдать себя, почему я начала это делать. Ну, естественно, это все беспорядное только сейчас. Наркотики, это... Это не то, что мы думали. Поверьте, это... Не приносит облегчения. Не только вызывает еще большие сражения. Отец Сергий, настоятель храма, который строится силами бывших наркоманов, говорил нам о роли в судьбе заблудших и болящих их родителей. Говорит об этом и отец Максим, иерей храма Спаса нерукотворного образа на Конюшиной площади в Санкт-Петербурге. Храма, где отпевали пушки. Божьего благословления... Где направляют на путь истинный. Эта проблема, наркомания, она, поскольку я человек молодой, то она и для меня близка, ибо многие мои знакомые, они вот как-то с этим столкнулись. И у меня были хорошие очень знакомые, которые от этого и умерли. И есть те, которые до сих пор находятся в этой проблеме. И мне кажется, очень важно духовное осмысление наркомании и духовное осмысление этого события, этой проблемы, этого процесса, который происходит в нашей стране. И, конечно, основа наркозависимости это прежде всего бездуховная жизнь. Основа то, что люди живут без Бога. Родители живут без Бога, детки живут без Бога, живут в мире, который ориентирован на поиск удовольствия, на удовлетворение своих похотей и прихотей, и что в конечном итоге приводит к катастрофе. И вот одна из катастроф, это есть наркозависимость. Действительно, вот эта болезнь, как я ее называю, она дала мне силу выйти на дорогу. Я сидела в яме. Мне было темно, мне было холодно, мне было страшно. Наркотик не вызывал же у меня никакого кайфа. Я уже его не чувствовала, мне было плохо. Я умирала, действительно. Я умирала даже не физически. Умирала морально. Я не могла уже, я ничего не понимала. Главное в моей жизни это. Мне был кайф. Жизнь такая уж хорошая штука, что ей надо очень дорожить. Нельзя попросту ее растрачивать. Но для того, чтобы появился на свет, чтобы вот так вот как-то утонуть в этом болоте, которое медленно-медленно засасывает. Ты медленно уходишь с головой. В конце концов, она тебя накрывает. А здесь именно протягивается рука помощи. Когда я последний раз преламывалась, произошел такой случай. Я убежала, у меня было очень плохо, естественно. И ночью я увидела вдруг такую картину. Я увидела... Мне показалось, что я проснулась и увидела девушку в монашеском плачине, стоящую около телевизора. Естественно, тогда... Это сейчас, я понимаю, что это была галлюцинация, но тогда это навело меня на мысль, что это что-то сверхъестественное, что мне нужно что-то делать. Я не знаю, у меня стали все чаще и чаще возникать такие мысли насчет веры, насчет церкви. Я просила маму, когда мне было плохо, я просила и мама подела в церковь. Я очень прошу. Вот с этот момент, как попал на медленно, и завязал торчать. И так надеюсь на лучшее. Я думаю, медленно-медленно даст. То есть это возможно. Все? Что же я вам рассказываю? Мы бы опять жили своей иллюзией просто в какой-то... Ничего бы не поняли, может быть, даже если бы... Даже если бы мы продолжали жить, это была бы мне жизнь. Здесь нам дают возможность определиться и пойти дальше этим светом. К свету, к истине, к дабыру. И дай Бог, чтобы таких организаций было побольше. Потому что, конечно, все эти больницы, сверление дырочек в голове, это все прекрасно, мы все знаем, что это не помогает. Не было ни одного процента. Здесь существует реальность. Да, реальность. Только через духовную жизнь, через духовный мир, в постижение этого мира, в понимание его, вставая на его путь, мы создадим для себя это счастливое будущее и в конце концов поможем, наверное, другим. Просто здесь только узнал, что можно снова жить. Потому что там я не жил, потому что я какой-то мертвый был. А здесь я начал жить, что можно жить. А там какой-то мертвый был, какой-то безумие, сплошное безумие, просто сумасшествие. Все мрачное, черное, белое и одиночество. Самое главное-то понять, для чего мы вообще живем. Задуматься вообще над своим существованием. Ведь все не просто так. Все действительно взаимосвязано, и все... Я не знаю, как это объяснить. Я просто сама сейчас нахожусь в такой стадии еще непонимания. Я не понимаю, как со своим внутренним состоянием на данный момент жить в миру. Я еще не настолько укрепилась в вере, чтобы донести это до кого-то. Я не могу сказать, буду ли я употреблять еще наркотики. Вернее, вернусь ли я к этой жизни. Но, как я думаю, этого... этого не должно случиться. Первое, что я почувствую в эту минуту, это будет стыд. Это будет стыд уже даже не перед родителями, не перед какими-то людьми. Это будет что-то большее. Это будет... Мне кажется, я уже что-то пообещала. Ну, тогда, если все сложится в 5-м, ты приговоришь с отцом Максимовым, и в субботу приезжаешь с вещами, с рабочей одеждой. Ему 19 лет, и... в будущем я бы очень хотела сняться в каком-нибудь фильме. В добром, в таком красивом. Вот. КОНЕЦ КОНЕЦ